Они всегда молоды душой. 1 октября по всей стране отметили День пожилого человека. Только в городском округе Люберцы проживают более 80 тысяч людей старшего поколения. Для представителей серебряного возраста организовали концерт в Люберецком дворце культуры. Тему продолжит наш корреспондент. Вспомнить музыку молодости и услышать слова благодарности. Сегодня в этот зал пришли те, кого сейчас называют старшим поколением. И в этот день они принимают поздравления. Хочу сказать огромное спасибо вам за ваши труды, за все, что вы делали на протяжении многих лет. Самое главное, что не остаетесь в стороне. Сейчас помогайте, подсказывайте молодежи, новому поколению, передавайте эту эстафетную палочку. Дай Бог всем здоровья, хорошего настроения, позитивного настроения. И чтобы мы в дальнейшем всегда так же шли вперед вместе, рука в руку для реализации всех задуманных планов. Спасибо вам большое. Яркие костюмы и красивая музыка. Праздничное настроение гостям мероприятия подарили местные артисты и творческие коллективы. Со сцены звучали всем известные и дорогие каждому песни. Я в восторге. Я прям сидела и пела, и чуть не плясала с ними вместе. Молодцы, ребята, молодцы. Хороший концерт. Я с удовольствием оставила внуков. Они там, бабушка, мы одни посидим, ты не волнуйся. И, конечно, с удовольствием пошла на этот праздник. Праздник, ну, это касается нас, пожилых людей. Очень приятно, что о нас помнят. Не только в Люберцах, наверное, по всей стране. Это очень даже приятно. Но что Люберцы не отстают нигде, ни от чего. Это вообще в 10 раз приятнее. Настолько мило, настолько приятно. Настолько вот прям я не могу сижу, у меня сердце разрывается. По окончанию праздничного концерта представителям серебряного возраста вручили памятные подарки. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, Люберецкое телевидение.